Итак, братья, включат презентацию, спасибо. Мне сказали, что дали мне время час на такую тему, которая называется, сейчас мы высветим здесь, как она называется, христианин в эпоху интернета, фейсбука, социальных сетей и так далее. Кто стоит перед вами, я сейчас объясню немножко, мы начнем с Слово Божие. Читаем два местописания, если кто-то любит писать, пишите. Это будет первое местописание, это Галатам 5.22, где написаны такие слова. Плод же духа. Это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость. Там девять качеств. И последнее в русском языке названо воздержание. Это очень слабенький перевод, потому что намного лучше сказано по-английски self-control. Это значит, когда мы сами себя контролируем. В разном. Здесь идет речь не только, скажем, вот интернет, сейчас мы будем говорить. Здесь речь о всем. Плод духа. Я могу себя сам контролировать. Меня не контролирует ни папа, ни мама, ни пастор, ни руководитель молодежи. Я контролирую себя сам. Это очень важный вопрос. Второе место писания. Это называется послание к Титу, вторая глава. И там есть два стиха. Что явилась благодать Божья. Спасительная для всех человеков. В русском языке написано научающая. В оригинале слово воспитывающая. Нас как родители воспитывают своих детей. Чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили не когда-то, как в Советском Союзе многие. Вот тогда было время. Какое было хорошее время. Не было всех этих смартфонов. Не было всех этих интернетов. Ой, как хорошо было христианам жить и так далее. Вы не виноваты, что вы родились в это время. Вы не виноваты. Особенно молодое поколение. И благодать Божья научает нас, как нам праведно, целомудренно и благочестиво жить в нынешнем веке. В 2023 году, когда у каждого есть смартфон, есть выход к интернету, есть там позитивное что-то или негативное. Итак, Библия нам говорит, что нам нужно выработать в себе качество, которое называется самоконтроль. И нам нужно научиться, но мы не сами. Явилась благодать Божья, которая поможет тебе и мне, чтобы нам целомудренно, праведно и благочестиво жить в это время в Эшвиле, в Америке. И вместе скажем аминь. Скажем и аминь, друзья. Мы не сами. Бог на нашей стороне. И это написано, плод Духа, Дух Святой обязательно поможет нам, как нам жить правильно в этом мире. И так, кто стоит перед вами? Перед вами дяденька, которому уже 51 год. Он 27 лет женат с этой прекрасной женщиной. Она родила ему шестеро детей, четверо уже женаты, старше сын и пятеро девочек. И три раза мы уже бабушка и дедушка. Поэтому что такое интернет? Что такое молодежь? Мне не надо рассказывать. У меня дома еще две дочери. Одной 17 лет, другой 14. Я прекрасно знаю, что такое тинейджеры. Вы можете посмотреть, здесь сразу увидите тинейджера. Видите, здесь левая сидит с таким довольным лицом. Это типичный тинейджер. В середине девочка, которая 17 лет. Поэтому все проблемы я не научился где-то с книг или еще что-то. Мы реально знаем. Мои дети, мои внуки, они не виноваты в том, что они родились в настоящее время. Наша задача помочь друг другу, как нам правильно, благочестиво жить в это время. Не говоря о том, вот как было хорошо, когда у нас этого не было, всех этих компьютеров не было, всех этих ничего не было. Было, может быть, как-то по-другому. Но сегодня вы, молодое поколение, живете в мире, которого еще никогда не было. Никогда мир так не менялся, как в настоящее время. Теперь, когда меня часто приглашают на эту тематику в разных странах, очень часто пастыря говорят следующее. Приедет Лео Франк, и у нас будет семинар против интернета. Это не семинар против интернета. Это не семинар против Фейсбука, Инстаграма, что бы там не было и так далее. Чтобы вы знали, если вы хотите, можете меня найти. У меня есть аккаунт в Инстаграме, у меня есть аккаунт в Интернете, в Инстаграме у меня примерно в 10 раз больше фолловеров, чем в вашей страничке. Hope you, я посмотрел специально, это очень позор для вас, поэтому напрягитесь немножко, мои дорогие, пожалуйста. В Фейсбуке там 5000 можно, и потом другие, там надо переходить на другой уровень, поэтому я всех повыкидывал, но примерно вы видите здесь. Я там практически ничего не делаю. Где люди меня находят, что они там делают, не знаю, что они от меня хотят. Но чтобы вы знали, я тоже нахожусь в социальных сетях. Я человек, который там тоже активно переписываю, что-то так далее, там подобное. Это не семинар против интернета. Теперь, кто из вас, который родился после 1994 года, 94, кто из вас родился после, after 94? Ну-ка, вы видите, здесь большинство. Почему я это спрашиваю? Потому что интернет появился в 94 году. До 94 года интернета не было, его просто не было. Когда мои дети спрашивают, а как вы жили? А как вы переписывались? А как вы еще что-то делали? Как-то мы жили, понимаете, да. Ну, чтобы вы поняли. Еще 30 лет назад интернета не было, его просто не существовало. Мобильных телефонов не было, Гугл не было, Фейсбука не было, ничего не было, планшетов, айфонов, ничего не было, ТикТока или смарт-вотч, ничего этого не было. За последние 30 лет мир изменился так, как он никогда так радикально не менялся. Никогда. Вы живете в самое сложное время, которое жили. Если ваши родители там вас не понимают и так далее, вы должны их понять. Они жили в совершенно другом мире. Совершенно другом мире. Где не было ни компьютеров, ни смартфонов, ни интернета. Покажу вам, чтобы вы поняли, как радикально меняется мир. Вы видите две фотографии с одного и того же места. Разница между всего, между ними 8 лет. 2005-2013 год. Это 10 лет назад. Сегодня еще больше будет всяких смартфонов и так далее, тому подобное. Мир радикально меняется. Если вы видите здесь, вы видите, как меняется мир тоже мобильных телефонов. Вначале были такие узкие, потом все больше и больше и больше. Чтобы вы поняли, как заменил. Вот еще 10 лет назад, когда мы проводили такие семинары, мы всех спрашиваем, у кого есть смартфон? Сегодня надо спрашивать, у кого нету смартфона? Таких, наверное, людей нет. Есть кто-то, у кого нету смартфона? Я не понимаю, я не спрашиваю, айфон 14 или еще там, еще что-то. Вообще, таких людей нету. Таких людей нету. Еще пару лет назад, чтобы вы поняли, 15 лет назад смартфонов не было, их не было, их было зеро, ноль. 15 лет. Сегодня каждый это имеет. Чтобы вы поняли, что заменил. Кто-то из вас знает, как вот это называется? Ну-ка, сейчас помогите мне. Кто-то из вас знает? Как это называется? Магнитофон. Кто-то из вас знает, как он работает? Там были такие пленки, там мы их резали, потому что они ломались, и так далее, и так далее, и так далее. Сегодня ничего этого не нужно. В любом есть плейлист, там есть, что у вас там есть, Spotify и так далее, и так далее, и так далее. Один смартфон заменил, вот такие кто-то, помнит такие еще мыльницы? Нет, так мы делали фотографии, да, помню кто-то здесь, да? Заменил игры, заменил, если мы сейчас посмотрим, навигацию. Раньше были такие специальные навигейшн-аппараты. Он заменил калькулятор, он заменил какие-то книги, там можно читать, можно ньюс там читать, можно даже телефонировать с ним, можно вместо фонарика использовать, можно использовать, чтобы какие-то записи, нот сделать. В нем больше мощности, чем в любом компьютере еще пару лет назад. И он заменил телевизор. Если кто-то еще борется с телевизором, телевизор плохо, зло и так далее, и телевизор действительно зло и так далее, то в интернете сегодня намного больше всего этого, намного больше. И здесь вопрос, чтобы вы поняли, как изменился мир, вот вы видите здесь, это сейчас просто телефон, а раньше это был тикток ваших дедушек и бабушек, понимаете, там было все, там было и телевизор, там было и радио, и все другое, такой огромный аппарат стоял, чтобы вы поняли. Но посмотреть, куда идет интернет, тенденция выглядит следующим, если раньше, вот скажем, компьютер был такой, что нужно было там огромный такой тавер иметь и все далее, сегодня все вот один такой планшет, и это все заменяет. Если посмотреть дальше, еще 10 лет назад, когда показывал такие фотографии, что в машине будет какой-то планшет, там будет какой-то дисплей, там все показывали пальцем, говорят, да ну не может такого быть. Сегодня это абсолютно нормально, что в машине есть интернет и так далее. Сегодня все даты клонятся где-то на каких-то клаудах. Если посмотрим на каждого жителя Земли, сегодня на каждого жителя Земли 7 девайсов, на которые можно войти интернет. Интернет будет все быстрее, интернет будет все мобильнее, интернет вот будет есть такое-то в доме у тебя подсоединено к холодильнику, к зубной щетке, ко всему будет интернет. И вот посмотрите, особенно сюда, вот здесь вот сверху, видите, там в правом углу, там видим мы, как такая вот линия идет наверх. Это сколько трафика проходит через интернет. Сегодня это называется зетабайт, чтобы понять, есть такие килобайты, мегабайты, гигабайты, может вы слышали терабайты. Это возьмите 1.0 и добавьте туда 21.0, столько информации проходит сегодня через интернет. Это невозможно даже представить, сколько это. Но кто-то говорит, а может быть есть место на Земле, где мы сможем убежать от интернета, где его нету, где нету интернета, мы убежим куда-то в какие-то джунгли и так далее. Покажу вам пару вот таких проектов. Старлинг, может вы знаете, Илон Маск, который запустил спутники, чтобы со всех сторон где-то вот иметь в любой точке мира интернет. Или гугл когда-то вот у него такой был проект, такой шар запускался, без всяких кабелей, без всего сразу же был это вот. Или же вот, скажем, фейсбук имел. Сегодня практически, наверное, вы не найдете места на Земле, где нету интернета. И теперь вопрос. Мир радикально поменялся за последние 30 лет. Если вы выросли с интернетом, вы еще не знаете, что было время без интернета, но даже уже в ваше время мир тоже радикально меняется. 15 лет назад не было смартфонов, 15 лет назад не было такого быстрого интернета, который сейчас. Мир радикально меняется. Вопрос. Что же нам сегодня с вами делать? Есть два подхода. Один подход, это вот выглядит и так, страусный подход, голову в песок. И вот эти все проблемы пройдут мимо Эшвилла, или по-русски называется, авось там пронесет и так далее. Уйти из этого мира, спрятаться от этого всего, нас это не касается. Что же сказал Иисус? Когда Он молился о нас с вами и о учениках, Он говорил Отцу следующие слова. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но Я прошу тебя, чтобы ты сохранил их от зла. И дальше Он говорит, как ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир. Каждый из нас имеет от Господа призвание. Завтра мы будем говорить это в центральной проповеди, на воскресной, о том, что не убегать из этого мира, не делать какое-то христианское гетто, не говорить, что нас это ничего не интересует. Наша задача идти в этот мир, быть светом этого мира, быть солью этой земли и изменять этот мир для Иисуса Христа. Скажем и Аминь, друзья. А мир сегодня в основном находится в интернете. И наша задача не убежать оттуда, не спрятаться оттуда. Когда задаешь вот этот вопрос, на этот вопрос, вероятнее, очень сложно ответить. Что такое интернет? Это благословение или проклятие? Есть люди, наверное, старшее поколение в основном говорят, ой, там столько зла, там всего столько, интернет – это проклятие. Молодое поколение скажет, а как вообще можно жить без интернета, как можно жить без смартфонов и так далее. Я думаю, что вы согласитесь, что на этот вопрос нельзя ответить слово «или». Интернет является и благословением, мы через интернет можем сделать очень много доброго, но там есть и много зла, согласны вы? Поэтому вот здесь я покажу именно, не знаю, сколько у нас за час, пройдем мы. У меня есть семь таких челленджов, что дает интернет. И начнем мы с самого такого первого. В основном, когда я делаю опросы среди молодых людей на конференцию и говорю, в чем самая большая проблема интернета, и в основном первый самый быстрый, самый мощный челлендж – это время, которое мы там теряем. Правило первое называется очень просто. Будь хозяином времени. Не позволяй интернету воровать твое время. Я думаю, вы согласитесь со мною, особенно вы молодые люди, что компьютерные игры, все, что связано с интернетом, с компьютером, социальные сети, ютубы, тиктоки и так далее, являются крупнейшими пожирателями времени всех времен. Никогда еще человек так, прошу прощения, тупо не тратил свое время, как в настоящее время. Это не против вас. Еще раз, я отец шестерых детей, у меня есть внуки, которые растут в это время. И вот вы видите здесь, как все там интересно, что люди себе находят всякие лайфхаки, как это все сделать. Вот, например, вот здесь. Как там не прозевать? Вроде бы и борщ надо варить, понимаете, да. Но и надо, и там же, там все так интересно. И, конечно же, мы все только проповеди там слушаем и так далее. Покажу вам отпрос, чтобы понятно было, куда движется это все. Это было в Германии. И вы видите здесь с 2004 по 2010 год. Сколько минут в среднем немцы проводили в интернете? 2004, 2010, это закончилось 13 лет назад. Я специально взял старую статистику. В 2010 году люди в среднем проводили в интернете 138 минут, а это значит чуть-чуть больше, чем 2 часа. Как вы думаете? Прошло 13 лет. Эта линия пошла вниз или пошла вверх? Как вы думаете, друзья? Вверх или вниз? Вверх. Сегодня в среднем немцы, американцы, украинцы, русские проводят 4,5 часа каждый день в интернете. 4,5 часа. Это много. Еще раз. Наш семинар. Не давайте мы все аккаунты закроем. Не давайте мы выйдем из интернета. Не давайте мы закроем страничку, которую называют Church of Opute или еще что-то. Нет, ни в коем случае. Мы будем ее развивать, чтобы там было не 500 подписчиков, а 500 тысяч подписчиков. Согласны вы, друзья, да? Чтобы вы рассказали об Иисусе там. Это мощное средство для евангелизации. Но 4,5 часа каждый день. А у нас их всего 24. А это значит, где-то мы воруем это время. Где-то мы забираем это время. Ведь 15 лет назад, 30 лет назад, когда интернета не было, люди куда-то это время тратили. И теперь 4,5 часа. И я не против того, чтобы вы там делали, там смотрели, переписывались, там лайкали и так далее. Ни в коем случае. Но. Если у вас, у каждого из вас, и у меня лично, это не семинар только для молодежи. Есть люди, пенсионеры моего возраста, которые еще намного больше зависимы, чем вы, молодежь. Поверьте мне, я знаю, о чем говорю. Но если у вас есть время, каждый день, 4,5 часа для интернета, а для того, чтобы помолиться Богу, и чтобы почитать Слово Божие, у вас нет времени, то здесь что-то неправильно в нашей жизни. Кто-то со мной скажет, аминь, друзья. Для этого есть время, а для этого, ну там что-то где-то быстро, Господи, благослови этот день, аллилуйя и так далее, если вообще получилось. И вот здесь очень важный принцип. Послушайте внимательно, молодые люди. Звучит он так. Пыль на вашей Библии отразится грязью в вашей жизни. Если для интернета время есть, а для Библии, для Слова Божьего, для общения с братьями и сестрами времени нету, вначале это не будет видно. Но чем меньше мы читаем Слово Божье, пребываем в общении с Господом, а больше проводим время в интернете, это отразится грязью в нашей жизни. Вначале не будет видно. Но если твоя Библия выглядит вот так, если ты уже не читаешь такую Библию, а пользуешься только апп, и это абсолютно нормально, но твоя апп, ты уже не открывал ее несколько дней, а может быть несколько недель или месяцев. Это отразится грязью в твоей жизни. Если мы находим четыре с половиной часа для того, чтобы смотреть тупые тиктоки или ютубы, или еще кому-то лайкать и просматривать сторис бесконечно, но у нас нет времени для Библии, у нас что-то не так. Кто-то с мной скажет «Аминь», мои дорогие. Я вас очень прошу еще раз, это не семинар против интернета. Это не семинар против молодежи, потому что мое поколение имеет те же самые проблемы, что и вы. Те же самые проблемы. Знаю стариков, которые с утра до вечера сидят там и смотрят, или еще что-то делают и так далее. Два местописания. Первое начинаем мы с Псалма 89, где Моисей молится такими словами «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Счислять. Счислять наши дни, наши часы, наши минуты, которые мы проводим и в интернете. И то, что читал брат, мы не договаривались с ними, мы слышали сегодня. Это Ефесянам 5 глава и 16 стих. Дорожите временем. Making the best use of the time. Best use. Самое лучшее использование вашего времени. Там, где написано «дорожите временем», там в греческом языке слово «ex agoratio agora». Именно выкупайте свое время. Вам даны каждый день по-новому 24 часа «ex agoratio». Выкупайте, чтобы самое лучшее use, самое лучшее исследование. Особенно потому, что по-русски написано «дни лукавы», по-английски «evil». Злые дни, в которых мы с вами живем. Поэтому первый наш челлендж, ваш и мой точно так же, сколько времени мы проводим в интернете. Еще раз. Мы не против того, чтобы мы смотрели что-то, чтобы что-то делали. Интернет сегодня мощное средство для евангелизации. Я лично знаю людей. В прошлой неделе я был в Польше. Меня забирал один молодой человек, который работает компьютерщиком. Он пришел в церковь. Это было время ковида. Нашел ее в интернете, потому что у них была страничка. Пришел, там было закрыто, потому что они боялись. Там проверки были, все. Он стучал, звонил, думал, что-то ошиблись. Может, страничка старая, старая, наконец-то ему открыли. Первый раз он познакомился с христианами через интернет. Покаялся сегодня активный член церкви. Давайте скажем, слава Богу за это, друзья. Это средство евангелизации. Это средство евангелизации. Если бы я сегодня приехал в ваш город и не знал бы здесь никого, я бы не начал звонить каким-то людям. Куда бы я пошел, чтобы вас найти? В интернет, конечно. И если вас в интернете нет, вас не существует. Если вас нет в интернете, вас не существует. Вы поняли, о чем идет речь. Окей. Второе. Вы еще со мной, мои дорогие братья и сестры? Я уже здесь что-то 15 минут что-то говорю. Хорошо. Номер два. Второе – это челлендж контакты. С кем мы там общаемся? С кем мы там общаемся? И второе правило называется «Будь осторожен, не позволяй интернету приводить тебя во взаимоотношения с неправильными людьми». Там очень много людей. Один только Facebook, Instagram, имеет больше миллиарда пользователей. И там можно найти очень много людей. Как только начинался интернет, христиане примерно всегда 10-15 лет позже. Они обсуждают эти проблемы, они обсуждают всегда 10-15 лет позже. Как только начался интернет, в Германии сразу же сделал такую страничку clicksafe.de. Я делал такие маленькие видео, чтобы предупреждать, какие там есть опасности. И там есть такое маленькое видео на разных языках, называется «Wo ist Klaus?» Где Коля? Клаус – это Коля, не Колаус. И там такая история, что к такому мальчику, которого звали Коля, приходят сперва такие бритоголовые бандиты. И говорят, где Клаус? И там такая наивная мама. Она говорит, о, Коленька, там наверху, пожалуйста, заходите. Потом заходят такие, вот видите, здесь идем назад немножко. Видим здесь такие, которые все громят, там что-то разбивают. Где Клаус? А, заходите к нему наверх. Потом заходят такие женщины легкого поведения. Я уже не стал делать фотографии. Они тоже, куда? Пах, заходите к нему. Потом заходит такой дяденька, милашка, говорит, у тебя же мама есть там доченька, можно я с ним погуляю, можно я с ней пообщаюсь? Конечно, заходите и так далее. Заканчивается это видео такими словами, что в интернете есть неправильные сообщества, есть криминал всякий, бандиты, проституция, бандитизм, педофилы, там все это есть. И последняя фраза звучит так. В реальной жизни вы будете охранять своих детей, сделайте это в интернете. В реальной жизни никто из нас с такими людьми общаться не будет. Потому что кто-то заметит, потому что стыдно, потому что еще что-то. Но в интернете мы можем общаться с разными людьми. И наша задача иметь там правильные контакты. Особенно, когда вы будете женаты и выйдете замуж. Это огромная опасность. Покажу вам только две цитаты. Первая цитата немецкая газета Die Welt. Immer mehr lassen sich wegen Facebook scheiden. Все больше разводятся по причине Facebook или социальных сетей. Русская газета Комсомольская правда пишет следующее о том, что сайт одноклассники.ru рушит семьи. И я надеюсь, что у вас такого не будет, который выглядит вот так. Что же он там пишет, понимаете? Что же он, как бы подглянуть и так далее. Не знаю, кто из вас, в основном вы пользуетесь айфонами, знает, что в 2016 году вышел был такой Samsung Note 7. И он взрывался, когда его заряжали. Кто-то из вас помнит такое? Нет? Это еще до вашего времени примерно было. Хорошо, пару человек помнят. Если ты летел в самолете, все говорили, если у вас такой самолет, выключите. Если у вас такой Samsung, выключите. Это был такой позор для Самсунга. И вот вы видите здесь мальчика, которого звать Билл. Смотрите, у него синяк такой под глазом. Это Билл, еще один пострадавший от новой модели телефона Samsung. Нет, телефон не взорвался. Просто жена узнала пароль. Что будет, если кто-то узнает твою переписку? Если бы сейчас я прошел по вашим рядам и взял ваш телефон... Прошу прощения, спасибо, пастор, подай мне. Да, хорошо. Давайте пароль. Да, без проблем. Если бы я сейчас взял ваш телефон и посмотрел вашу всю переписку, что бы было? Было бы вам стыдно? Если бы я посмотрел ваш браузер и посмотрел там истории, что вы смотрели за это время? Было бы ли вам стыдно? Если вы можете это скрыть от своих папы и мамы, можно переписку стереть. Браузер history можно стереть. Это все можно стереть. Но на небе есть кто-то, который смотрит за нами. Согласны мы, друзья? От него мы ничего не стерем. Что будет, если кто-то увидит, чем мы там занимаемся? С кем мы там общаемся? С кем мы переписываемся? Еще раз. Для особенно женатых мужчин и женщин. Мне приходится почему-то очень часто люди просят помощи консультировать кризисные семьи. Где между мужем и женой кризис. И почти всегда начинается с того, что кто-то начинает с кем-то переписываться, скрывать переписку друг от друга, меняют пароли, муж не показывает жене, жена не показывает мужу, стирают и так далее. Вы когда будете жениться и выходить замуж, это будет для вас огромный челлендж. Если мы когда женились 27 лет назад, тогда еще ничего этого не было, у вас это будет очень серьезное правило. Завтра на семейном семинаре мы будем говорить, но правило выглядит так. Чем больше муж и жена прозрачны друг перед другом, а это значит, что моя жена может в любой момент взять мой телефон, проверить всю мою переписку, может взять мой компьютер, проверить все. Чем больше муж и жена прозрачны друг перед другом, тем более они защищены. Как вы это сделаете в своей семье? Не думайте, что в доме франков они каждый вечер так, а ну-ка дай сюда телефон, понимаете? Но моя жена в любой момент знает, и я знаю в любой момент, я могу взять ее телефон. Почему? Это не потому, что мы не доверяем друг другу, а потому что мы любим друг друга и хотим защитить наш брак. Будьте молодые люди, очень осторожны в этом. Что говорит нам Библия? Библия нам говорит следующее. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Не обманывайтесь. Если мы будем общаться с плохими людьми, это развратит наши добрые христианские нравы. Или же, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. И второй челлендж, который перед нами, там контакты. Контакты могут быть очень хорошие, очень благословенные. Контакты могут быть такие плохие, что они разрушат наш брак, разрушат наши отношения, разрушат наши христианские какие-то мораль. Потому что вы помните, что худые сообщества развращают, руинируют по-английски, мы видим здесь хорошие морали, они руинируют. Если папа с мамой, молодежное собрание инвестируют в вас, в детском собрании инвестируют, в проповеди на собрание инвестируют, чтобы у вас была хорошая мораль, хорошие нравы, то общаясь с неправильными людьми, это все может быть руинировано, друзья. Третье. Третье я назвал словом PR. Что такое PR, мы сейчас объясним. Правило очень простое, называется «будь скромный». Не позволяй интернету сделать тебя тщеславным. Что это такое слово тщеславие и что такое PR? Это вошло в русский язык от английского слова «public relations». Когда мы всему миру рассказываем. А с интернетом это стало так просто, какие мы крутые. Понимаете, да? Какие мы достигли всего, что мы сделали. И так легко себя разрекламировать. И только те, кто понимает русский и украинский язык хорошо, поймут эту фотографию и поймут это слово, которое называется «понты». Знаете, что это такое, да? Понты. Там сверху, видите, здесь просто все так красиво и так далее. Внизу в реальности ничего нет. И, наверное, вы знаете тех, которые постоянно где-то понтуются. Понимаете? Делают фотографии с Мазерати, какие-то Луи Виттон, такие крутые дворцы. Хотя вы понимаете, что ничего этого у него нет. Но хочется сделать круто, хочется себя распиарить, рассказать себе и так далее и тому подобное. Есть очень серьезное исследование, как говорится по-русски, английские ученые доказали, что следующее, что оказывается, дорогие мои, можно вылететь с любого аэропорта мира, не объявляя об этом в Фейсбуке. Оказывается, можно. Оказывается, можно утром позавтракать, не сделав фотографию. Представьте себе, можно. Это можно. Не нужно всему объяснять этому миру о том, что же вы покушали. Это никому не интересно. Американский журнал Time виделись пару лет назад на первой страничке Generation Me, Me, Me. И вы понимаете, она сейчас сделала селфи, и потом будет показуха. Вот такая сюда. Вот посмотрите сюда. Если раньше сделали фотографию, это было событие. Понимаете, это нужно было приготовиться сто лет назад. Сегодня фотографируйте любую ерунду. И действительно сегодня так. За две минуты сегодня человечество делает больше фотографий, чем за первые сто лет существования фотопленки. Сегодня столько делают всяких фотографий, что даже, вот вы знаете, да, Инстаграм называется по-русски сегодня хвастаграм. Понимаете, да? Похвастаться, всем рассказать. Всем рассказать, какие мы крутые. Рассказать, какие мы еще что-то и так далее. Поэтому должен быть какой-то баланс. Очень вас прошу. Еще раз. Это не семинар против интернета. Это семинар, чтобы мы научились пользоваться. Пользоваться, жить целомудренно, правильно и благочестиво в нынешнем веке. Это наша задача. Поэтому, если у вас есть социальные сети, аккаунты, очень важный какой-то баланс. Например, вот это, да, фотографии нет, вы видите здесь, но клянусь я красивая. Видите здесь, да, фото нет, но клянусь я красивая. Или кто-то ставит черную фотографию, я на Маледивах, но сейчас вспышка не работает. Понимаете, да? Поэтому фотографии. Но с другой стороны, это масса тысячи фотографий, кому-то не нужно. Будьте осторожны здесь. Теперь, дорогие сестры, в следующем пункте мы немножко поговорим больше с мужчинами, а теперь выдержите вы, пожалуйста. Библия нам говорит следующее. Чтобы также и жены, женщины в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни женщином, ни многоценную одежду и так далее. Это была проблема церкви, церкви в городе Ефесе, где было очень много богатых людей, у них было что показать, мораль была вот очень на низком уровне. Поэтому вот из этого местописания мы можем себе представить, что были люди, которые одевались неприлично, которые одевались бесстыдно и не целомудренно. Это говорит нам это местописание. И вы можете считать меня олдскул, вы можете считать меня абсолютным динозавром, который ничего не понимает, но я все-таки не согласен, что нужно постоянно миру показывать, что у вас 32-я неделя, 33-я неделя, смотрите на сантиметр вырос, ай-яй-яй и так далее. Есть вещи, которые принадлежат личной жизни, а не инстаграму и не фейсбук. Кто со мной скажет? Аминь, друзья. Три динозавра здесь, другим я не понимаю. Хорошо, я понял, я понимаю, что это иногда нужно показать. И если, скажем, еще в советской культуре само слово беременно, это было чуть ли не ругательное слово, старались его избегать и так далее. Это абсолютно нормально, если Бог дает детей и все. Но не нужно всему миру показывать вещи, которые принадлежат мужу и жене. Это первое. Второе, и это не самые ужасные фотографии, которые я нашел, если вы бываете на пляжах и так далее. Все-таки есть понятие приличия и стыдливости. Согласны вы, друзья, приличия и стыдливости. Будьте осторожны в этом, чтобы вести себя правильно. Библия нам говорит, что нам нужно заботиться о нашем теле, нужно заботиться о нашей плоти. Но где граница, где еще забота о нашей плоти, а где это уже похоти, попечение о плоти, не превращайте в похоти. Где здесь граница? Наверное, здесь вот хорошо поможет вот эта книга, высказывание в этой книге, которую написал американский пастор Уильям Макдональд. Книга называется «Будьте святы, би голы». И он говорит, как нам нужно относиться к этому миру. Мы должны в этом мире жить, но где есть граница? И вот здесь он говорит, мы с вами, мужчины и женщины, должны избегать двух крайностей. Какие же это крайности? Первое он говорит. С одной стороны, мы не должны подражать миру в последней моде. С другой стороны, мы не должны быть заметны из-за старой, неаккуратной и грязной одежды. Что ты уже за километр видишь, это идет христианин, а когда ты вон подошел, ты еще и пахнет как христианин. Понимаете? Ужасно и так далее. Христиане – это нормальные люди, которые аккуратно одеты, красиво выглядят и так далее. Вот эти две крайности, последний писк мода, и вы знаете, что это мода сегодня просто кошмарная. Особенно, чем жарче, чем летом, тем больше раскрытия и так далее. С другой стороны, неаккуратные и грязные одежды – это тоже не христианство. Скажем аминь, друзья. Где граница? Где как? Сто лет назад был такой проповедник, которого звали Чарльз Перджин. Я позволю себе сказать его цитату, но вы можете с ней не согласиться. Может быть, частично он прав, может быть, нет. Но просто послушайте, может быть, кому-то нужно задуматься. Он сказал такие слова. Если между вами и миром нет видимого различия, то будьте уверены, невидимого тоже нет. Еще раз. Этой цитатой можно согласиться или нет, но какая-то доля истины в этом есть. Еще раз. Мы не говорим, что христиане – это какие-то странные люди, которые странно одеваются, которые все. Но если мы абсолютно идентифицировали себя с этим миром, то вопрос – тогда что же такое христианство? Согласны вы, друзья? Где эта граница? Пусть вас Бог благословит. Поэтому пиар – это очень важный вопрос. Где мы себя показываем? Как мы себя презентируем? И здесь очень важный вопрос, чтобы мы, как христиане, как христианки, были в социальных сетях такие же, как в этой жизни. И один из челленджов – это то, что называется лицемерие. Слово «лицемерие» по-русски – это человек, который имеет два лица. Он меряет лицо двумя различными мерами. Ваше по-английски «hypocracy» – это с греческого слова «hypocrite». Человек, который в театре одевал маску, и это называли «hypocrite». Человек, который имеет маску. И сегодня христиане точно так же могут именно быть людьми, которые в церкви одни, в Инстаграме другие, на работе третьи, и еще где-то мы можем носить маски. Поэтому я думаю, что вы согласитесь со мною. Наша задача – быть целостным. Такие, как в социальных сетях, такие в жизни. Кто-то со мной скажет? Аминь, друзья. Потому что есть люди, которые в церкви, ну такие милашечки, им просто крылья придела, и они сейчас прямо в небо взлетят. Понимаешь? И ты смотришь их аккаунт в социальных сетях – это два разных человека. И вы поймите, вы презентируете и репрезентируете вашу церковь. Не только через страничку молодежи, там все классно, но через ваши личные странички, когда люди задают вопрос, вот этот человек ходит в вашу церковь, ты видел, как он себя презентирует? Ты видел, что он там такое пишет? Ты видел, что он там подписывает? И так далее. Поэтому люди смотрят обязательно за нами. Какие мы в социальных сетях, какие мы в реальной жизни, такие мы, чтобы это не было два абсолютно разных полюса. И еще одна проблема, которая вот говорится о том, как люди себя пиарят, это, конечно, сегодня называется селфи-мания, когда люди готовы сделать все для того, чтобы сделать крутую селфи, а потом у них обязательно должны все лайкнуть, обязательно все должны подписаться и так далее. Это сегодня проблема, особенно вашего поколения. Итак, мы с этим разобрались, идем с вами дальше. Четвертая проблема, которую я не нарисовал, белый и черный, она только плохая, и она радикально стала мощной с интернетом, это проблема, которую мы называем порнография. Порнография – это ужасная беда, которая стала с интернетом намного-намного радикальнее, чем это было до этого. Порнография была всегда. Древние греки, египтяне рисовали изображения голых мужчин и женщин. Это было всегда. Это порнография. Порно и графия – это изображение человека, который занимаешься или интимными какими-то вещами, или просто обнаженного человека. Это было всегда. Но последние 20-30 лет это стало таким радикальным. Поэтому правило звучит очень просто – будь чист. Не позволяй интернету быть дверью в порнографию. Еще. Каждый из нас имеет смартфон. И мне приходилось очень часто разговаривать, особенно с мужчинами, которые зависли на порнографию. Реально-эддикшн. Реально-порно-эддикшн. Они не могут без этого жить. Они ненавидят себя. Они понимают, что это неправильно, но они уже жить не могут без этого, потому что они зависимы. И некоторым нужно сделать радикальный шаг, чтобы, может быть, освободиться от смартфона, а взять себе нормальный кнопочный телефон, если еще такие есть у вас здесь в Америке. Сегодня это стало очень просто. если раньше, чтобы людям посмотреть порнографические журналы или видосики какие-то, им нужно было идти где-то там, где видеотека. Там были DVD, там были кассеты. Это было стыдно. Люди прятались, смотрели, чтобы никто не заметил. Дома прятали еще что-то. Сегодня это уже ничего не надо. Тебе не надо никаких DVD, тебе не надо никаких кассет, ничего не надо. Ты зайдешься и смартфоном, и в любой момент ты получишь массу информации, какую только хочешь. Это беда сегодня. Еще раз, раньше люди как-то стеснялись, какие-то были границы и так далее. Сегодня ваше поколение, как никакое другое. И когда говорят, ой, сегодня такая молодежь, вы сегодня имеете такие челленджи, которые никогда еще в жизни не были. Никогда. Если вы помните, мы с вами говорили о том, что один цетабайт, это представьте себе единичку, и добавьте туда 21.0. Столько информации, столько байтов проходит через интернет. Это невозможно представить человеку. 30% всей этой информации – это порнография. 30% всего трафика в интернете. Это порнографические фотографии, это порнографический стрим, это порнографические видео. 30% всего, что происходит в интернете. И это беда сегодня. Первые, которые начинали бить тревогу христиане, это вот книга, которая есть и на русском языке, и на английском, пастор Марк Трисклл, «Порнообращенный христианин». До этого уже начинали нехристиане бить тревогу. Одна из лучших книг в мире сегодня на эту тематику написал американский профессор. На русский называется «На порноигле». Если вы знаете людей, которые зависимы от наркотиков, вы знаете, что человек, который использует наркотики, он не остается на одной дозе. Ему надо всегда больше, больше, больше и больше дозу. И автор этой книги, он сравнил именно вот эту зависимость от порнографии точно так же, как наркотики. Человек не остается, он не смотрит сперва какие-то там, сперва какие-то такие простые картинки, все больше, потом надо все жестче, все жестче, ему надо для возбуждения все больше, больше и больше. Это зависимость, это порноигла, на которую сатана сегодня подсаживает людей. И здесь есть несколько мифов, которые я хочу вам показать. Один из мифов звучит так. И реально это было пару лет назад вот так, что 72% тех, которые юзают порнографию, это были мужчины, а женщины было очень мало, наверное, еще меньше, чем это вот. Раньше действительно так было. Мужчины нужно физическое или визуальное возбуждение, поэтому мужчины смотрели и смотрят порнографию, и всегда говорили, это мужская проблема, женщин это не касается, и так далее. Сегодня ситуация радикально изменилась. Покажу вам только одну статистику. Это было два года назад, только COVID-19 еще не закончился совсем. Люди сидели очень много дома. Самый большой портал в мире, это Pornhub, сделал статистику, и посмотрите, пожалуйста, в 2021 году женская аудитория увеличилась на 35% только за один год. Мужская на 5%. Вы знаете, что мужчины стали меньше смотреть? Нет, их всегда там было много, но сегодня все больше и больше женщин, которые смотрят. Один из мифов о том, что это мужская проблема, он сегодня уже не работает. Посмотрите, три христианские книги. Это христианские книги. Христиане, как я сказал, всегда примерно на 10 лет позже куда-то какие-то проблемы тревают. Вот вы видите, здесь she, или вот вы видите, здесь она, она проблема, или вы видите, здесь breaking free from pornography is not child's guy's problem. Не только мужская проблема. Я не буду называть факты, не буду называть статистику, потому что статистика просто ужасная. Пару лет назад мы делали в Украине опрос анонимный, в христианских пятидесятнических церквях мальчики и девочки, в молодежи, кто занимается, или кто смотрит регулярно порнографию, и среди мальчиков и девочек были практически одни и те же числа процентные, и числа, это я не буду говорить на этом статистику, были очень ужасающими, очень ужасающими. Итак, первое, первый миф, который касается порнографии, что это чисто мужская проблема, девочек это не интересует, это сказка. Сегодня точно так же девочки смотрят порнографию, точно так же addiction зависим от порнографии. Второй миф звучит так. Если ты как мальчик, вот те, которые говорят, ну мальчики, они еще не женаты, вот женятся, и все автоматически уйдет. Автоматически не уходит ничего. И я, так как я делаю примерно 50-70 семейных семинаров в год, и имею массу разговоров в разных частях мира с разными людьми, вижу одну и ту же схему, которая выглядит так. Мальчик или девочка, которые были зависимы от порнографии, выходят замуж, первые там недели, месяцы, все нормально, они наслаждаются сексом, им не нужно порнографию, придет только первый конфликт. Первый конфликт, муж и жена, которые до этого были зависимы от этого, они сразу же идут в ту же самую накатанную схему. Зачем мне мириться? Зачем мне достигать мою жену? Зачем мне еще как-то? Да я лучше сделаю то, что я всегда сделал. Пошел в интернет, посмотрел порнографию, мастурбировал, и все закончилось. Поверьте, это реальная проблема. Я написал в этом году семинар, который называется «Мужчины и их искушения», что касается именно сексуальных отношений. Я проводил его в одной церкви, где было примерно 200 мужчин, мы делали такой мужской завтрак, и потом у нас была дискуссия, и после этого мне пишет один мужчина. Он говорит, «У тебя был классный семинар, но я вижу, что ты вообще не понимаешь, о чем идет речь. У тебя нет никакого понятия, что такое зависим от порнографии». Говорит, если хочешь, мы с тобой встретимся, и я расскажу тебе, как я, человек из христианской семьи, папа-служитель, отец двоих детей, жена до брака, и потом в браке 4 года был полностью зависим от порнографии. Мы сидели с ним, мы встретились на завтраке, он мне рассказывал свою борьбу, он рассказывал, как это было тяжело, как это было стыдно, как было стыдно постоянно приходить и просить, чтобы молились за те же проблемы, за те же переживания. И приходили проблемы, он падал обратно, и так далее, но он мне рассказал о том, что из этой проблемы можно выйти. И я сейчас принес вам Евангелие, которое называется «Благая весть». У Бога есть прощение и милость. Скажем мы «Аминь», друзья. Порнография – это не приговор. Порнография – это не конечное, вот теперь мы всю жизнь будем это смотреть. У Бога есть освобождение от этого. Освобождение. Потому что явилась благодать Божья, мы с вами читали, которая учит нас, как целомудренно, правильно и благочестиво жить в нынешнем веке. И если кто-то чувствует, что это слово к нему, мальчики или девочки, которые зависимы от порнографии, у Бога есть выход, у Бога есть помощь. И я вас очень прошу, пожалуйста, найдите все возможности, или прочитайте какую-то книгу, там есть много классных советов, или поговорите с кем-то, помолитесь с кем-то, возьмите какое-то, чтобы человек вас проверял и так далее, но освобождайтесь от этого, потому что это может разрушить навсегда ваши отношения с Богом, а если вы женитесь, оно может разрушить ваши отношения с вашим мужем и женой. Что говорит нам Библия? Библия нам говорит тоже к этому четко и ясно, юношей также увещевай быть целомудренными. У мужчин визуальное возбуждение, Бог создал мужчин, что им для того, чтобы возбудиться интимно, сексуально, нужно визуальное возбуждение. И поэтому Библия нам говорит, что юношей увещевай быть целомудренными. И благочестивый человек, которого звали Иов, он говорит, я с моими глазами положил завет. Я сделал договор, чтобы мне не помышлять или в оригинале не смотреть с вожделением, с возбуждением о девице или на какую-то другую женщину. И некоторым людям нужно. Есть программа, которая так и называется Covenant Eyes, которую ставишь себе на компьютер, если ты идешь на неправильные странички, то она дает какому-то человеку какой-то такой сигнал, что человек смотрит. Хотя можно обойти все, но это один из лучших инструментов. Если кто-то говорит, я уже борюсь, борюсь, и у меня нету в этом победы, может быть, вот это поможет. Это именно сделано, этот стих, я положил с моими глазами завет. Я положил, я договорился, что мои глаза не будут смотреть это. Еще раз. У Бога есть прощение, у Бога есть милость, у Бога есть освобождение. Порнография – это зло. Если еще 20-30 лет назад нужно было идти где-то искать, это было стыдно, покупали журналы, DVD и так далее, сегодня ваше поколение имеет огромнейший челлендж. Огромнейший челлендж. Потому что это стало так просто, так свободно это стало. И искушение очень большое. И особенно люди, мальчики и девочки, которые смотрят порнографию, мастурбируют наше тело, выбрасывают гормон, который называется допамин. А допамин – это гормон счастья. Особенно тем, которые плохо. Тебя папа с мамой не понимают, тебя друзья не понимают. Легче всего сделать это, и ты чувствуешь себя классно. Но допамин, который неправильно приходит, потом ты будешь чувствовать себя намного хуже. Это обман сатаны. Он подсаживает человека на иглу. У Бога есть прощение. И все вместе скажем Аминь. Итак, мы идем с вами дальше. У меня еще есть пару минут. Мы с вами поговорили уже о четырех челленджах. Кто-то из вас запомнил? Кто из вас запомнил, про что мы говорили? Первое называлось время, время, второе называлось контакты, третье называлось пиар, а четвертое называлось параграфия. Идем дальше. Номер пять называется отношения, relations. С кем мы там общаемся, как мы общаемся, отношения. Правило очень простое, которое называется так. Будь настоящим, не позволяй социальным сетям заменить настоящего общения. Когда я только первый раз готовил этот семинар, это было уже больше десяти лет назад, я всегда читаю книги. И вот вы видите здесь на немецком языке несколько книг, нехристианских, которые уже тогда поднимали эту тематику. Я вам покажу именно вот эти тематики. Вот первая книга, которая называется «Как мы из-за постоянной коммуникации упускаем настоящую жизнь». Настоящую жизнь. Или же «gemeinsam, einsam» по-немецки, это в рифму «вместе одиноки». Вроде у нас есть друзья, но мы одиноки. Или же здесь «потерян» среди ста друзей. Раньше сто друзей, это было круто, сегодня это вообще уже не круто. Даже в вашем инстаграм-страничке уже есть пятьсот фолловер, понимаете, да уже больше, чем сто. Их будет, наверное, больше, я надеюсь, да? Итак, скажем, одна из проблем, которая нас сегодня и христиан коснулась, особенно во время ковида, зачем нам ходить в церковь? Зачем нам ходить в реальную церковь? Стань частью интернет-ячейки. Церковь какая-то, где-то непонятно где, пастор непонятно какой, но ты собирайся здесь, чувствуй себя свободно, слушай там где-то собрание, денежки переводи куда-то, не надо тебе ходить в церковь. И вот здесь у нас серьезный челлендж, друзья, особенно ваше поколение в настоящем времени жить, в настоящем времени. Я не знаю, вот сейчас уже стало немножко меньше, но еще пару лет назад это была просто катастрофа. На любом собрании, на любой конференции были такие дешевые блогеры, понимаете, которые сидели, руки трясутся, понимаете, да? Но они обязательно нужно где-то рисануться, вот мы там, что-то и так далее, там подобное, нужно все стримать, нужно все сделать и так далее. Посмотрите на эту фотографию, я думаю, вы согласитесь. Ведь на этом фото только один человек знает, что такое наслаждаться моментом. Согласны, друзья? Все другие, что-то занято и так далее. А человек просто стоит и наслаждается моментом. Жизнь проходит мимо, а нам нужно все стримать, нам нужно все что-то делать и так далее. Я думаю, вы согласитесь, что это сегодня проблема стала и среди друзей, и среди семей, когда соберутся друзья, соберутся семьи, и каждый уперся в свой смартфон, и настоящего общения нет. И кто-то сказал такие слова о том, что сотовый телефон или селфон, он соединяет людей, которые далеко друг от друга, но также отделяет тебя от близких, которые находятся рядом с тобою. Вот эти люди, которые вы видите здесь на этой фотографии, они, вероятно, кому-то что-то лайкают, с чем-то переписываются и так далее, но рядом с тобою сидят люди. Поэтому у вас сегодня после этого семинара будет фэлловшип. Оставайтесь и общайтесь друг с другом в реальном мире. Скажем им аминь, друзья. Это важно для вас. Почему это важно для нас, чтобы мы общались в реальном мире? Может быть прав Альберт Эйнштейн, один из самых умных людей, которые жили на этой земле, он умер в 55-м году. Это было уже очень давно. 70 лет назад, когда не было ни интернета, когда не было ни телефона, ни смартфона, ничего. И он сказал такие слова. «Я боюсь, что обязательно наступит день, когда технологии произойдет простое человеческое общение, и тогда мир получит поколение идиотов». Надеюсь, это не про вас сказано. Как, например, вот здесь. Мама сказала, играй на улице. Понимаете? Если раньше мама сказала, играй на улице, ты брал какой-то мяч и играл на улице. Ну, раз мама сказала, нужно быть послушным и играть на улице. Понимаете, да? Или вот такие улицы для тех, которые как зомби идут. Наверное, вы таких видели, да? Я не знаю, это фейк или нет, но говорят, что в Лондоне фонарные столбы отбили вот такой вот. Потому что люди идут, уперлись куда-то, а потом куда-то ударяются, и потом еще себе какие-то проблемы имеют. Или, если у вас будут дети, самая лучшая игрушка сегодня для детей, он будет спокойный, он будет тихо себе сидеть, не будет вам никаких проблем делать. Это вот такой вот горшок для ребеночка, пожалуйста, без проблем. Или люди, которые любят друг друга, прижались друг к другу, чтобы увидеть, кто же там лайкнул, кто же там, сейчас же так все интересно. Рядом с тобой самый близкий человек. Самый близкий человек. И люди, к сожалению, сегодня и в постели лежат, их не интересует тот, кто рядом с ним лежит. Они в постели переписываются с другими людьми и так далее и тому подобное. Поэтому очень важно поддерживать настоящую дружбу в реальном мире. Лучше один настоящий друг, чем сто фальшивых фейсбук. Кто-то со мной скажет, аминь, мои дорогие. Очень важно. Еще раз, мы не против аккаунтов, мы не против социальных сетей, чтобы вы меня правильно поняли. Что говорит нам Библия? Кто хочет иметь друзей, тот сам должен быть дружелюбным. Хочешь иметь друзей, приглашай других людей, приглашай к себе на кофе, езди к ним и так далее. Искренне укоризны от любящего друга и лживы лайки ненавидящего. Или здесь вот, если вы читаете по-английски, искренне раны, которые нанес любящий друг. И если ваши друзья, которые вам только лайкают и не говорят правду, вам нужно искать настоящих друзей. Поэтому челлендж, который перед вами сегодня стоит, это отношения. Как поддерживать реальные отношения в реальном мире? Еще два быстро скажу, и мы с вами будем молиться. Следующее шестое, это слова. Что мы там говорим, что мы там пишем, что мы комментируем и так далее. Будь немногословен. Не позволяй интернету сделать тебя сплетником, который там все переносит, всякие пересуды и так далее. Я не знаю, есть ли кто-то из вас, который знает, что обозначает вот эта ромашка там в левом углу. Кто-то из вас знает вот это вот зеленое с красненьким. Есть кто-то из нас, ты знаешь, что это такое? Да, ты че? Есть здесь динозавры, которые знают, что такое ICQ. Это был первый мессенджер, который придумали евреи. Понимаешь, Аська называлась. ICQ. Сегодня мессенджеров мощно, сколько хочешь. Вы, американцы, пользуете вайбером. Если вы приедете в Европу и скажете вайбер, они, что такое? Потому что там пользуются все чем, кто из вас знает. В Европе пользуются ватсапом, или телеграммом, или еще, что бы то ни было. Но сегодня, сколько хочешь, если американцы скажут ватсап, они, что такое? Поэтому разницы нет, что мы пользуемся. Мы сегодня пишем, пишем и пишем. И, к сожалению, слова имеют очень негативное влияние. Библия нам рассказывает о четырех видах негативных слов, например, такие как, почему, а вот видите здесь, многословие, пустословие, сквернословие, или злословие. Еще раз повторяю, многословие, очень много слов, а при многословии, если кто-то знает Библию, написано, не миновать греха. Пустословие, когда мы говорим какую-то ерунду, пустую. Сквернословие или злословие, Боже, сохрани нас, но особенно во время сегодня войны, которая происходит, очень легко разрешить себе говорить злые и скверные слова. Согласны вы, друзья? Эмоции на пике очень напряжены, поэтому пусть вас Бог сохранит. Христианин, я думаю, вы согласитесь здесь, следит внимательно, какие посты, перепосты, фотографии и комментарии он оставляет. Он не делает, что попало, почему? Потому что Христос сказал такие слова. Берегитесь, говорит он, лжепророков, которые приходят к вам в овечьей шкуре, а внутри суть хищные волки. Как их распознать? Он говорит, по плодам их узнаете их. Переносим это на настоящее время, и мы можем сказать, что бы сказал Христос в настоящее время. Он бы сказал, по постам, фотографиям и комментариям узнаете настоящих христиан. Согласны вы, друзья? Это важный вопрос. Дальше он говорит, что из доброго дерева снимают добрый плод, а из худого худой. От избытка сердца говорят уста. Но точно так же мы можем перефразировать это сегодня. От избытка вашего сердца говорят ваши страницы в социальных сетях. Что вы там пишете, что вы комментируете, какие лайки, что вы делаете, это все зависит от нас. Морган Фриман, известный такой актер голливудский, сказал такие слова. Он говорит, в 14 лет я был очень тупой, но, к счастью, у меня не было Ютуба и ТикТока, поэтому в этом никто не узнал. Вы поняли, что я хочу трянуть. К счастью. Или был такой известный богослов, его звали Фома Аквинский, и он сказал такие слова, Господи, избавь меня от пагубной привычки, быть убежденным, что я должен что-то сказать на любую тему и по любому поводу. Я должен всем что-то написать, должен всем что-то противоречить, должен всем что-то сказать. Я иногда спрашиваю моих друзей, пастыри, откуда у вас время есть? Вы на любую ерунду реагируете, вы каждому отписываетесь, вы каждому дискутируете, откуда время у вас есть? Мои друзья, коллеги, пастыря, доктора или еще что-то, я просто в шоке. Однажды один очень мудрый человек ничего не сказал. Однажды один очень мудрый человек оставил свое мнение при себе. Будьте мудры, друзья. Не надо всем все говорить и на все иметь свое мнение. Согласны мы, друзья? Не надо. Это великое искушение, о котором сказал Фома Атквинский. Господи, избавь меня. Я не должен всем отвечать. Я не должен всем писать. Я не должен. Мудрый человек просто оставит свое мнение при себе. Глупый человек, Весь свой гнев изливает, а мудрый сдерживает свой гнев. Глупый изливает это в Фейсбуке, в Инстаграме, где бы вы там ни были. Весь свой гнев изливает. Это глупый человек. И мы вначале сказали, что плод духа называется селф-контроль. Мы контролируем себя сами. Другое местописание. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Не все назидает. Не все. Поэтому будьте осторожны. Иной пустослов, он уязвляет, как мечом, а язык мудрых он врачует. Поэтому у нас есть инструмент, который сегодня есть. У моего отца, у моих родителей, у ваших родителей не было этого возможности. Был бы у Иисуса аккаунт в Инстаграме, сто процентов. Иисус всегда шел в реальную жизнь, в реальную жизнь. Но Иисус изменял этих людей. Согласны вы, друзья? Поэтому у вас есть инструмент. И там давайте не какую-то ерунду писать, а врачевать людей и говорить, что мы христиане. И в Господе есть освобождение. И Евангелие проповедовать там, где сегодня есть возможность. Скажем аминь, друзья. Это инструмент, который вы сегодня имеете. Врачуйте там людей. И поэтому шестой челлендж – это слова. Слова могут врачевать или причинить боль. И последнее, и мы с вами будем сейчас молиться, называется номер семь – свобода. Свобода. Не позволяй интернету сделать тебя зависимым рабом интернета. Поэтому, мои дорогие братья и сестры, addiction – это реальная проблема сегодня. Это болезнь. Это диагноз, который ставят. Еще 15 лет назад смартфонов не было. 30 лет назад интернета не было. Сегодня масса людей, которые ставят болезнь, называется зависимость от компьютерных игр, зависимость от социальных сетей и так далее. И от зависимости не так легко избавиться. Поэтому давайте, чтобы мы не дошли до этого, чтобы нам не пришлось лечиться, чтобы нам не пришлось молиться, потому что это реальный addiction. Порно-addiction – это addiction, это зависимость. Зависимость от социальных сетей, зависимость от игр в интернете – это зависимость. Наша задача, чтобы пользоваться этим всем, пользоваться во благо, не выходить из этого. Это не семинар против интернета, но чтобы там мы были светом этого мира. Иисус сказал, не хочу, чтобы ты бы взял их из этого мира, а хочу, чтобы в этом мире ты сохранил их от зла. Скажем и аминь, друзья. Молимся Господу. Отец наш небесный, я благодарю тебя за этот вечер, где столько молодежи собрались для того, чтобы поговорить на эту тематику, как нам правильно жить во время, которое еще никогда в жизни не было. Как нам правильно реагировать на те челленджи, которые еще никогда в жизни не было. Это поколение сегодня имеет эти вызовы. И я благословляю их, как служитель Божий, как сам отец шестерых детей, как дед троих внуков, чтобы они правильно жили в это время. Не просто убегали, не просто что-то там делали, а чтобы влияли там. Добрым светом были солью земли. И если кто-то чувствует, что что-то было сказано о нем, у него проблема с порнографией, у него проблема с использованием времени, Господь, и он не знает, как избавиться, я благословляю их, потому что знаю, в тебе есть победа. В тебе есть победа. Дух Святой, который дает нам эту победу, победу над грехом, победу над зависимостью, и благословляю моих братьев и сестер, чтобы мы были победителями в тебе. Аллилуйя! Благословляю, чтобы они создавали здравые, благословенные семьи, чтобы в этих семьях не было проблем ни с интернетом, ни с зависимостью, ни с порнографией, ни с компьютерными играми, ни с чем. Благословляю их будущие браки, и как мужей, и как жен, как родители, чтобы они правильно вели себя. Мы знаем, что в тебе есть сила, что благодать освобождает, поэтому благословляю это молодое поколение, как победителей, как свет этого мира в интернете, в инстаграмах, где бы они ни были, чтобы они были правильны во имя Иисуса Христа. Иисуса Христа. И все говорят, Аминь. Спасибо большое. Пока мы еще все стоим, возможно, вы хотели бы, чтобы мы за вас помолились. Субтитры создавал DimaTorzok